Друзья, всем привет! В этом видео показываем отель Пальмира Аквапарк 4 звезды. Погнали! Так, ребят, небольшой холл. Сразу у нас слева ресепшн. Очень такой компактный холл. Давайте посмотрим, что у нас находится дальше. По состоянию холла сложно сказать что-то. Он в нормальном состоянии. Все чистенькое. Вот смотрите, чистые стекла. То есть большинство отелей эконом-класса, оно все запасканное и грязное. Но тут здесь все чистенько. Приятная территория. Смотрите, какая небольшая. Сразу у нас бассейн с горками. Две горки. Горки, в принципе, красивые. Я не знаю, наверное, свеженькие. Они еще не выгоревшие. И смотрите, территория отеля, значит, окружена корпусом самого отеля. То есть, да, сразу говорю, это бухта Набк. Поэтому ветерок здесь может чувствоваться. Да, друзья, насчет расположения данного отеля. Тут вам мне нужно немножко подробнее и детальнее все вам рассказать. Потому что есть очень большие нюансы у этого отеля. Первое, что он расположен, в принципе, недалеко от самого аэропорта Шарм-эль-Шейх. Это всего лишь примерно 5,5 километров. И он, в принципе, находится на въезде в саму бухту Наббэй. Поэтому теоретический трансфер тут будет непродолжительный. Но, друзья, есть один жирный минус этого расположения. Это то, что за территорией отеля практически нет вообще никакой инфраструктуры от слова вообще. Есть там отель рядышком Чармиллион Клаб Аквапарк с реально отличным аквапарком. И несколько строек, то есть несколько отелей, которые еще строятся. Но стройка, по-моему, там была заморожена. Так что никаких там шумов и дискомфортов это не вызывает. Но самой инфраструктуры абсолютно нет за территорией отеля. Это как бы очень жирный минус для некоторых туристов, которые едут все-таки не только закрыться в территории отеля. В общем, если туристы захотят все-таки прогуляться за территорией отеля, то им придется только ехать. Либо на такси, либо на маршрутке. Ну, такси это вообще без проблем от ресепшена уехать. Ну, а если захотят ехать на маршрутке, то, скорее всего, им нужно будет пройтись до основной трассы, по которой курсируют маршрутки. Это примерно метров 400. И там спокойно уехать в любую сторону. Хоть в саму бухту Напк, хоть дальше там на Соко Сквер, Намабей, Хадабу. И касательно трансфера на пляж. Возят они в район бухты Шаркс Бэй. Да, там есть кораллы, можно посмотреть красивый подводный мир. Но сам трансфер у отеля, как нам заявили, это утром туда, вечером обратно. С обедом, друзья, пролетаем. Потому что там обед, либо напитки на пляже будут за доплату. С другой стороны, график трансфера может меняться. И все зависит в большей мере от загрузки отеля и от менеджмента отеля. То есть, какое примут решение управители данного отеля. На территории есть несколько магазинов. То есть, если вы хотите что-то купить, либо из сувениров, либо еще что-то в этом роде, можно это сделать здесь. Но я не думаю, что здесь выгодные цены, ребят. Ну, имеется ввиду, доступны, имеется ввиду, недорогие. А вот у нас амфитеатр, где проводится вечерняя анимация. Еще вам показываю отдельный небольшой бассейн для совсем маленьких деток. Глубина бассейна 50 сантиметров. Еще последний бассейн, ребята. Значит, это уже релакс. Тут музыка совсем не играет. Сейчас показываю вам номер категории стандарт. Видно, что номер небольшой, но тесноты конкретной какой-то я не почувствовал. Вообще, есть номера стандарт от 26 до 30 квадратов. Так вот, скорее всего, это вот 26 квадратов. Номер сам по себе чистый. Видно, что недавно проводилась реновация. По информации, как бы, в 2018 году что-то здесь реновировали. Поэтому, я так думаю, что и номер в том числе. По мебели видно, тоже что-то обновлялось, потому что часть мебели выглядит в нормальном состоянии, часть мебели видно, что в возрасте. Особенно это заметно по стулам на террасе. Так, и вот наш санузел. Санузел компактный, но все чисто. Это самое главное, значит, чистый туалет, чистый умывальник. Нет никакой ржавчины, мыло, фен. Фен я не вижу. Я думаю, либо он где-то в шкафчике лежит, либо его нужно брать на ресепшене. И сама душевая кабинка. Компактная, но тоже без ржавчины. То есть, все, в принципе, в нормальном состоянии. Естественно, есть полотенечки. Вот они. Так, еще один номер стандарт. Сразу у нас слева санузел. Дальше у нас идет комната. Этот номер уже немножко побольше. Тут у нас есть одна кровать двуспальная и одна односпальная. А вот здесь уже кроватки такие, как бы сама кровать, видите? Не обновленная. Ну, постельная все чистое, в принципе, как бы. Дальше терраса. Терраса у нас выходит на релакс-бассейн. У нас два пластиковых стула и столик. Все это, конечно, уже старенькое. Ну и такой вот вид, ребят. Телевизор тоже старого образца. Вот он, телевизор. Но не знаю, кто его смотрит. Мини-бар чистенький. Без льда. И санузел, ребята. Умывальник чистый. Это второй номер. И тоже самый чистый умывальник. Имеется в виду, нет ржавчины. Туалет тоже, в принципе, беленький, чистый. Ну и, естественно, вот наша душевая кабинка. Тоже ржавчины не вижу. Полотенечки все на месте. Так, ребят. Делюсь своими впечатлениями и выводами по отелю Пальмира. Четыре звезды. Значит, первое, что расположение Напка. Но отель расположен, устроен таким образом, что на территории я вообще, вообще вот не почувствовал ветра. Вот я сейчас вышел за территорию. Вы, может быть, даже слышите у микрофона этот ветер. На территории вообще, вот буквально от слова вообще, я не почувствовал ветра. Дальше. Аккуратная, отличная территория, компактная. Все реально отлично выглядит. Особенно для Египта это отлично, ребят. Номера. Ну, номера, нормальные номера. Вообще абсолютно как бы. Один там поменьше был, второй побольше. Но они в хорошем состоянии. Тем более сантехника вся хорошая. В общем, может быть, где-то номера есть и похуже в этом отеле. Но, если что, напишите в комментариях. Бассейны тоже чистенько, все. Три бассейна с подогревом, все отлично. И, собственно говоря, ребят, ну, по питанию вы тоже напишите, что вам нравится, не нравится, если вы отдыхали. Это то, что я увидел. Дальше теперь давайте за минуса. Ребята, отель находится в Напке, но это ничего страшного, в принципе. Летом отлично, весна, осень нормально, думаю, с учетом того, что территория защищена от ветра корпусами. Зима может быть прохладно, но это все относительно, если что, пишите в комментариях, когда вы отдыхали. За территорией, ребят, смотрите, за территорией просто, ну, инфраструктуры нет. Дальше, что еще? Один жирный, лично для меня нереально жирный, минус, это пляж. Ребята, до пляжа возят. Нам сказали, везут утром, то есть отвезли туристов на пляж и забирают вечером. Ухту, Шаркс Бэй. Все. Это единственный минус для меня, потому что трансфер на пляж, вот, получается неудобный. Может быть, концепция поменяется, может быть, будет ходить чаще, если что, пишите в комментариях. Я тоже буду стараться в описании добавлять изменения к видео. Ну и, собственно говоря, как бы, если пешком пойти, очень далеко идти, в Напке, там на какой-то дикий пляж, можно сходить, но неприятно будет идти. Собственно говоря, ребят, пишите в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.